60% домов в Шимкенте должны быть многоэтажными. Сейчас же многоэтажки в процентном соотношении значительно уступают частному сектору. Глава Шимкента в ходе своего отчета перед Акимом Южно-Казахстанской области остановился на таких важных аспектах развития областного центра, как дорожное строительство, инфраструктура и озеленение. Правда, сейчас чиновники стоят перед непростым выбором между рубкой деревьев и расширением дорог. Мы планируем расширение нескольких городских улиц, например, Турикулова и Бальтурсынова. Но в этом случае нам необходимо согласие жителей на сруб деревьев. Глава Южно-Казахстанской области отметил, озеленение – один из главных вопросов и призвал вернуть Шимкенту славу вечно зеленого города. В этом он готов посодействовать. Мы забыли об истинном значении слова «Шимкент – зеленый город». Из запланированных 72 тысяч деревьев высажено 32 тысячи. До конца года выделяется 500 миллионов тенге на озеленение. Заместитель Акима Шимкента Бесимбек Жамбасынов поведал собравшимся, что деревья нынче недешевы, да и наполив необходимые внушительные суммы. Например, крымский клен стоит 60 тысяч тенге. Мы какие-то деревья планируем закупать в наших питомниках, а какие-то – в Алматы. Такой ответ возмутил главу области настолько, что он напомнил чиновнику об однобоком подходе. «Почему вы решили закупать такие дорогие деревья? Зачем нам деревня, которая мучается в нашем климате? Зачем гнаться за высокой ценой, когда можно решить вопрос с посадками, если не бесплатно, то за гораздо меньшие деньги? Почему вы не сидите в соседний Тарас или Ташкент? Почему у них деревья стоят высокие и красивые, а у нас из зеленого города мы превратились в город пыли? Даю вам на посадку деревьев два месяца». Досталось чиновникам из-за отвратительного состояния дорог. Солжен Сиит Тумибаев предпочел не доверять всему, что говорят местные чиновники, и привлек к работе независимых экспертов, которые снабжают его информацией как о состоянии зеленых насаждений, так и о состоянии дорог и незаконных карьерах и стройках. А чтобы не быть голословным, продемонстрировал фотографии и попросил прокомментировать их. Вот только толкового ответа так и не получил. А потому посоветовал тем, кто некомпетентен, уступить место тем, кто лучше владеет ситуацией. А еще предложил Акимам почаще обходить свои районы. «Не надо в галстуках, пешком обходите. Смотрите, где какие проблемы в вашем районе требуют решений. Очистите их от мусора. Посмотрите, дорожный знак иногда не увидишь из-за разросшихся деревьев. Срок вам одна неделя на это». Теперь важно, чтобы требования к озеленению шимкента чиновники поняли должным образом и не принялись оболванивать все городские деревья, объясняя это тем, что только топпинг в состоянии оздоровить зеленые и легкие шимкента и сделать дорожные знаки заметнее.